В Люберцах прошли дополнительные выборы депутатов в Совет депутатов по 7-му избирательному округу. В его границах расположен поселок Октябрьский, а также часть Малаховки и Тамилина. Наша съемочная группа работала в единый день голосования. Ровно в 8 утра в городском округе Люберца открылось 20 избирательных участков. В здании 52-й школы разместилось сразу 4 пункта для голосования. Члены участковых избирательных комиссий ждут жителей южной части Малаховки. Атмосфера на участках спокойная. Избиратели приходят. Мы их ждем с удовольствием и встречаем с улыбкой. А еще избирателей встречают с градусником. Каждому, кто заходит в здание, измеряют в температуру и вручают средства защиты. И только после этого человек приступает к процедуре голосования. Мы посмотрели и убедились, что большая работа была проведена для того, чтобы создать условия, удобные для тех, кто пришел голосовать, для тех, кто работает в комиссиях и для наблюдателей. Есть необходимые условия для того, чтобы обезопасить себя при приходе на участок. То есть все элементы необходимые в наличии. В этом убедился и глава Люберец Владимир Ружицкий. Он посетил избирательные участки и отметил, что работа проходит в штатном режиме. Это же не первые выборы у нас. У нас комиссии опытные, председатели опытные. Мы время от времени участвуем в голосовании разного уровня. И местные, и областные, и федеральные. Все проходит на уровне. Достаточно открыто, достаточно организованно. Затем, чтобы дополнительные выборы проходили честно и прозрачно, следят не только власти, но и наблюдатели. Это представители различных политических партий, члены общественной палаты и сотрудники СМИ. Пообщался с наблюдателем. Наблюдатели говорят, что пока эксцессов никаких не было. Значит, выборы проходят ровно, спокойно, без нарушений. Тоже я общался с тиком. То есть нарушения пока не зафиксированы. Это очень здорово. В бюллетене фамилии 11 человек, претендующих на кресло депутата. Каждый избиратель может отдать голос за одного или двух кандидатов. Я проработала воспитателем. Сейчас работаю. Хочется, чтобы в детском саду все было хорошо, чтобы мамам было полегче. В этом году в Совете депутатов городского округа освободилось два места. Их займут кандидаты, которые получат наибольшее количество голосов. А уже через год жителям Люберец предстоит выбрать новый состав народных избранников.